Здравствуйте, меня зовут Евгений Попов. В этой серии видеоуроков мы с вами будем учиться создавать вот такие рисованные презентации. Я думаю, вы видели их уже в интернете. То есть идет какой-то рассказ, повествование, на фоне играет приятная музыка, и все это дело подкрепляется такими рисованными элементами в тему текста. В этой серии уроков мы посмотрим, как такое реализовывается с помощью сервиса Sparkle. Здесь есть специальная утилита, которая позволяет такие презентации делать. Первые 7 дней она работает бесплатно, но есть у нее там одно еще ограничение, что мы не можем выгрузить презентацию, то есть получить итоговую презентацию очень хорошего качества. Она там выгружается только в таком среднем качестве. Можно делать полноценные презентации и выгружать их в том качестве, в котором нужно. Итак, если вы хотите научиться их рисовать, заходите на sparkle.com, скачивайте эту программу. Скачать ее можно здесь сразу после регистрации. Регистрация очень простая. Вот сюда спускаемся, вводим имя, фамилию, организацию, если нужно. Е-мейл первый раз, е-мейл второй раз и придумываем пароль. Нажимаем Free Trial и у нас сразу начнется загрузка программы. После того, как вы ее загрузите и установите, запускаете, вы увидите вот такую картинку. Здесь вводите тот е-мейл и пароль, с которыми вы регистрировались, и нажимаем Start Scribing. Здесь нажимаем ОК и нас приветствует главное окно программы, как бы рабочий стол, где мы видим три базовые презентации, которые идут в программе как пример. А в будущем здесь мы будем видеть еще и свои презентации. Так, первым делом давайте настроим программу. Для этого кликаем вот по этой шестеренке. Здесь настройки хоть и не супер важные, но кое-что все равно полезно сделать. Первое, я рекомендую поставить вот эту опцию автосохранения в одну минуту. Чем чаще он автосохраняется, тем лучше. Дальше, последний пункт, вот это время рисовки по умолчанию. Изначально здесь будет стоять 30 секунд, это слишком много. Я поставил 5 себе. Плюс качество картинки по умолчанию будет стоять 400, я поставил 600. Так, ну и в остальном все как обычно. Все, нажимаем галочку, у нас настройки программы сохраняются, и мы можем приступать к созданию первой презентации. Для этого нужно нажать кнопку Create в правом нижнем углу. При создании первой презентации у нас появляются такие подсказки, где показываются, где что можно делать. Вот, но это нам не очень интересно, просто щелкаем в свободном месте. Все, вот она наша презентация, вот он наш холст, на котором и будет производиться рисование. Изначально он белый и без текстуры. Если мы хотим его поменять, опять же заходим вот сюда в настройки. Здесь мы можем первым пунктом сразу поменять бумагу, на которой будет происходить рисование. Изначально здесь есть всего одна текстура, которую мы можем добавить, но программа молодая. Я думаю, постепенно, по мере обновления программы, текстур будет становиться больше. И можем поменять цвет самой бумаги. Изначально она белая, я, допустим, хочу ее сделать зеленоватой. Выбираю понравившийся мне цвет, она у меня становится зеленой. А дальше, сразу же в этих настройках нам нужно выбрать руку или карандаш, или ручку, которым у нас будет происходить рисование. То есть по умолчанию, что мы должны поставить. Здесь есть несколько вариантов. Какие-то из них уже заложены в программу, какие-то будут скачаны, если мы их выберем. Можно выбирать руку, можно выбрать ручку, фломастер и так далее. Можно даже добавить свою руку вот этой кнопкой Add. Для этого там, если мы нажмем, выйдут инструкции, какой файл нужен. Там png файл с прозрачностью не меньше 800 пикселей, по-моему. А так, просто какую-то руку или карандаш, который вам понравился, щелкаем по ней, и она у нас будет использоваться как бы по умолчанию. Так, дальше. Опять же, заходим в настройки. Здесь можно добавить виньетку. То есть это такое затемнение по краям, более сильное, более слабое, либо вообще без виньетки. Так, и здесь же мы можем управлять шрифтами. Вот это важный пункт, потому что изначально здесь будут только те шрифты, которые не поддерживают кириллицу. А если в вашей презентации планируется русский текст, русские буквы, то вам нужно добавить такой шрифт, который такие буквы поддерживает. Делается это следующим образом. Нажимаем кнопку System Font и указываем тот шрифт, который у нас поддерживает кириллицу. Вот я перепробовал много вариантов, у меня вот нормально отработал только Arial шрифт и, по-моему, еще Calibri. Остальные почему-то он не воспринимает. Даже Verdana, даже Comic Sans Impact, которые изначально как бы русские поддерживают, здесь они у него не работают. Вот, но опять же, программа достаточно молодая, они ее постоянно дорабатывают, и я думаю, со временем этот момент будет решен. А пока что я советую вам выбрать шрифт Arial. Просто кликните по нему, у вас откроется данный шрифт. Здесь можно выбрать, будет ли он вот такой без заливки или с заливкой, тогда нужно поставить галочку. И здесь толщину обводки можно задать ему. Так, все, нажимаю галочку. И у меня этот шрифт добавлен. Так, что еще здесь у нас важно? В принципе, на этом я здесь остановлюсь. Базовую настройку мы сделали. А в следующем уроке уже поговорим о том, как сюда добавлять элементы, которые у нас будут отрисовываться. Продолжение следует...